В интеллектуальном центре Северного Арктического Федерального Университета прошел вечер памяти известного историка, ученого, лектора, почетного гражданина Архангельска и Шенкурска Евгения Ивановича Овсянкина. Открылось мероприятие с экскурсией гостей по новому зданию библиотеки, носящей его имя. Это был человек невероятно трудолюбивый, жизнерадостный, не оставляющий и минуты жизни без дела. Старинный циферблат часов, вселенная одной семьи. Прошита она звездной пылью, клюквенным закатным солнцем. Здесь стрелки и указатели пути, почти как для странника большая или малая медведица. За каждой цифрой память для родных. Рождественская елка и бабушкин обед. Неторопливо рука заводит механизм. Время семьи мчит по орбите голубого шарика. Рука толкает маятник, неспешен его ровный ход. Часы небесный светлячок, что бережно хранит историю семьи. Часы в этой семье всегда служили неким спутником, вращающимся в космическом пространстве дома. В зеркале маятника отражались судьбы родных и близких. Крестьян, писателей, ученых, капитанов, героев прошедших войн и героев труда. В прошлом веке часы эти впервые появились в двухэтажном доме на Новгородском проспекте. Здесь жил Иван Александрович, по профессии бухгалтер. Это был человек, ценивший каждую минуту. Раз в неделю, в строго определенное время, он брал ключик, аккуратно считая повороты, заводил пружину хода. Затем боя, толкая маятник. После каллиграфическим почерком записывал день и час завода. Прошло время и традицию продолжил Евгений Овсянкин. Солнечные истории, как назовут его коллеги. Часы переехали в дом на площадь Ленина, в личный кабинет Евгения Ивановича. Ученый, лектор, журналист, автор более тысячи публикаций по истории Европейского Севера. Он пропадал в архивах, библиотеках, кропотливо собирая материалы для своих книг, которые рождались в тишине кабинета, при свете зеленой лампы, подмерный стук старинных часов. Эти часы приветствовали своим мелодичным боем четыре поколения Овсянкиных. В августе 2010 года они остановились. В новом здании научной библиотеки университета старинные часы снова начнут свой бег. Теперь в маятнике, как в зеркале, будут отражаться новые лица, будет отчитываться новая история. Часы, как завещание Евгения Ивановича из прошлого. Не опаздывайте жить. Возродила семейную традицию, толкнув маятник старинных часов Лиза, правнучка Евгения Овсянкина. «Вечер памяти» продолжила презентацию библиографического указателя. Это уже четвертое издание, в котором можно увидеть монографии и книги статьи краеведа, интервью с автором. Особое внимание уделено материалам в интернете, выпущенным Евгением Ивановичем. Более 80 его публикаций собрано в глобальной сети. Представили и новый сайт овсянкин.ру, посвященный жизни историка. Давайте заглянем в гости к ученому. Мы можем посмотреть, как выглядит его настольная лампа. Посмотреть его любимый фотоаппарат. И также множество других интересных объектов. На сайте есть интерактивная панорама кабинета Евгения Ивановича. Интересные факты из жизни ученого, научной работы. Сайт выполнен в минималистическом стиле, но с яркими фотографиями. Все для того, чтобы серьезно и вдумчиво познакомиться с трудами и жизнью историка. Я за все время с ним знакомства, я никогда не видела его разгневанным, чем-то недовольным. То есть этот человек был позитивный. Он позитивно настроен. Я вспоминаю все слова Лидии Лебединской, пока ты возмущаешься, чем-то недоволен, жизнь проходит мимо. Так вот мимо него жизнь не прошла. Премия вручается Анатолию Васильевичу Новикову за серию книг о Павловском крае и личные... По окончании торжественного вечера вручили общественную премию «Чаша раздумий», учрежденную по инициативе Культурно-просветительского общества «Норд». Она присуждается за работу, посвященную развитию культуры, изучению истории и экономики Архангельско-Русского Севера. Евгений Иванович также был ее лауреатом. Таисия Машкова, Анна Баданина, Петр Меншиков, Артем Юдин, Медиа-центр «Сафо Арктический мост». АПЛОДИСМЕНТЫ